Всем привет! Мы возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Gambit, это FIFA 22. У нас 6 туров позади, первая английская лига. Ну что ребят, пока во внутреннем чемпионате смотрится очень даже неплохо. Да как неплохо, прям классно на самом-то деле. У нас на очереди серьезный соперник Luton Town, занимает он второе место и имеет своем активе. 13 очков. Давайте-ка быстренько посмотрим. Ну да, пока без поражения идет только наш клуб. Переходим сразу же к матчу. По составу, ух, ребята, ребята, я даже и не заметил, что у нас Оливер МакКеван и Дав уехали играть за сборную. Вот так вот растем. Действительно растут парни, как на дрожжах. 72 рейтинга уже за сборную Шотландии играет. Ну тогда у нас выходит Клейтон. Матч начинается, и я уверен, что для нашей команды это будет не самый простой матч. Luton Town играет дома, играет очень неплохо. Но мы пока идем без поражений. И вот здесь хорошая может быть для нас, хорошая для нас может быть атака. Ассоро! Ассоро! Опять не забивает Ассоро. Опять не забивает Ассоро. И угловой. Роджерс подошел к мячу, но нужно было, чтобы подходил. Акуен, и вот на дальнюю штангу. Ух, Удор, какой мяч не попадает в сетку Десуза. Не выносит мяч. Хорошая передача. Прошла. Акуен. Ой, как здорово, достань! Здорово было! И Баркер мог забивать. Напряженный матч, действительно напряженный матч. Если бы еще у нас хотя бы хоть кто-нибудь в центре поля возвращался. Хотя бы, хотя бы пешком, а не просто вставать. Это было бы замечательно. Блэкет. Зря, наверное. Сместился на флаг. Ух, какая передача, какая свеча пошла. Не достает. Нужно перекрывать! Не успеваем перекрыть этот удар. И Клейтон вытягивается в струнку. Капитан наносит очень опасный удар. И нужно отправлять Баркера. Ну что, после первого тайма 0-0. Моментов я не знаю, кого было больше. Но, конечно, все-таки, я считаю, у Лотонтауна. Они были ближе, чтобы забить. Ой, хорошая передача! Баркер, мощно! Настолько вот ужасно пробил сейчас Баркер. Вот неплохо, Баркер! Прострел сейчас хороший, может быть! В ближний! Да как? Ну вот! По сути, первый нормальный момент появился. Я Куэм пробил вот... Блэкин красавец! Акуэн! Хорошая передача! Гиллис! Забить! Хорошо! Баркер, я не знаю, как эта передача прошла, но мы забили. У нас был хороший шанс, мы не использовали, но вот сейчас в концовке хорошая передача. Гиллис! И в пустые! Наверняка! Гиллис молодец! Тоже сыграл хладнокровно, нам где-то, может быть, и повезло, потому что лез с ног был. Отлично! 1-0! Ладно, 3 очка, как говорится, не пахнут. Самая главная победа! У нас сейчас матч с Болтоном, потом буквально через пару дней еще один матч, поэтому ребят решил немного составчик освежить. Вернулся после игры за сборную Оливер МакКеван, вернулся, да, сейчас у нас Эскобар сыграет, с левой в защите Феррера будет центральным защитником. Вместо Блэкида Гуррера сыграет Ракип, да, Швед Ракип сыграет, Веджио, да, по-моему. По национальности. Да. Ассора остался на скамике запасных, возможно, он выйдет в тайме втором. Гиллис у нас центральный нападающий, и как-то так. Ну что, Болтон приехал к нам в гости. Команда с последнего места, нужно разбираться с ними. В прошлом матче нам действительно повезло. И очередной раз убедился, как же ужасно у нас играет защита. Точнее, я. Сейчас посмотрим. И вот такой вот хороший дальний выстрел, разминочка для ДАФа. Четвертая минута. Хорошее начало. Подача в штрафную. И Хумфри. Сразу. Да, мне туда немного побежал Хумфри, ладно. А Гиллису вообще здесь делать нечего. Атака через. Ух, ок опасно, может быть. Все-таки удержали мяч еще и пробил. Да, спокойно. Сразу же можно бросить на Гурреру. Неплохо так. Кинжат-то приподнять. Хумфри. Ой, как хорошо. Как хорошо разыграли. Немного странноватая передача, но все-таки она проходит. Хумфри. Вырезать нужно, вырезать. Забивать. Замыкать, забивать. И Оливер МакКеван вернулся со сборных. Хиллис. Но как насчет подключения Гуррера? Подача хорошая на дальнюю штангу, МакКеван. Тот, который Оливер не достает. Хумфри. Заброс хороший. Оливер МакКеван. Поставить корпус. МакКеван. Все сделал грамотно. Все сделал правильно. Ударил низом. И я все для этого сделал. Собрал на себя троих. Можно было там, конечно, что-нибудь придумать. Что-нибудь. Как-нибудь поднакрутить кого-нибудь. Но. Джонс на правом фланге. Болтон. Тут уже Феррера. Очень, очень может быть опасно. Хорошо. Очень здорово. Разыгрываются блисты Болтона. Напрашивается. И да, в какое-то невероятное спасение. Да. Тойл. Отключение. Комли. Ой, как хорошо. Надоело. И удар в ближний. Ну, тут, конечно. Какой удар получился. Но Клейтон пока красавец. Действительно. Ой, Клейтон. Да дав. Конечно же. Дав. Опасно. Оливер МакКеван. Барри МакКеван. Барри МакКеван хорошо развернулся. И неплохо исполняет Барри МакКеван. Галокипер, конечно, нервничает. А что поделать? Момент был потрясающий. И у нас угловой Роджерс подают. Вышел Месси вместо Рокипа. Подача. Штрафную. Еще. Пробить. Ух, как момент был бы неплохой. Роджерс. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Хурварда может бегать слева-справа. Ускорение, все дела. И плюс еще, конечно, мощь. Мощь это... Ух ты. Я думал передача. Удача. Ребят, отскочили. А так вот, я тут пока про нашего нападающего разглагольствовал. Мы чуть не улетели. Так, Оливер МакКеван у нас уходит. Минимальная победа. Снова минимальная победа. 1-0. Ладно. Ладно. Ну, тут более-менее уверенно, если честно. Хотя, с другой стороны, по-моему, там дав лучший игрок. Уверенно. Нет, я ошибаюсь. Какая уверенно? Посмотрите на удары. Какая может быть уверенная победа? Дав. Конечно. Дав десятку поймал. Какая уверенная победа? О чем говорить? Даже не потому... Даже... Не берем в расчет, что счет был. 1-0. Нет. Тут дело в том, что... Стойте. Полтон даже... Наименьше голов наиграл, нежели наша команда. Любопытно. У нас следующий матч с Блэкпулом. Третье место занимает эта команда. Мы... Пока... Ну, пока все более-менее нормально. Хотя... Как посмотреть? Нормально в плане... С какой скоростью и какое количество очков мы набрали. Мы достаточно быстро уже набрали 22 очка. Как вы можете заметить, забили 19. Пропустили 6. Так же, как и Лутон Таун. Но вот игры нет. Вот нет игры. Вот этих два матча вообще нет игры. Вольвер Маккевен. Хорошая передача. Тесоуза. Сразу в дальний угол пробить. Не получилось. И будет угловой. К мячу на этот раз подойдет Алжири Цедрис АКН. Подача в штрафную. Ох, как... Было, на первый взгляд, неплохо. Фолэй. Фолэй. Тренировочный удар. Фолэй больше к мячу не подходит на средней дистанции. Ой, какая хорошая передача. Это гол? Это гол. Я даже не знаю, как это прокомментируй. Потому что... Паренек-то, который навешивал мяч с левого фланга. Я даже не обратил внимания, кто это был. Я подумал, что он делал передачу. Но, судя по всему, мяч срезался с ноги. И вот было опасно. Любопытно пятую точку подставил у нас наш капитан. И Амо. Роджерс. Хорошо. Фолэй пробивает. Еще добить. Что-то похожее. Что-то похожее. Ребят, начали мы потихоньку вытягивать наших соперников. Они, на самом деле, такие скромные ребята. Не хотели особо выходить. Здесь вот Фолэй подключился. Вот, когда нужно, подключается. И Мэтью Хомфри подкараулил этот отскок. И великолепно пробил под перекладину. Грамотно все сделал. 1-1. Сцепкой играют футболисты Блэкпула. Не получаются у нас простые стеночки. Вот это красиво. А вот это просто охренительно было сделано. Заброс в одно касание. И Блэккет стоит и ковыряется в носу тем временем. Хорошо было сделано. Все вообще без вопросов. Хороший, потрясающий выход из-за бароны. Ну, возможно, тут какие-то должны мы предъявлять претензии голкиперу. Но, опять же, сколько я разговаривал. Они бывало такое тащат, что... Ну, не могу я что-то им говорить. Даже если когда будет действительно косячный момент. Акуэн, передача на Фолэй. Посмотрите, что творит Фолэй. Тащит мяч Фолэй. И забивает Фолэй. Ребята, по сути, он организовал второй гол. Точнее, два мяча организовал Фолэй. Вот это рывок. Мощь просто. Ух ты, ух ты. Что происходит? А что у нас такие провалы? Я не могу понять, почему у нас... Как у нас так оборона-то? Очень странно. У нас был отход назад. То есть, провалились. Реально провалились. И у них два выхода из обороны. Через одну передачу нужно делать замены. А судья ничего не фиксирует. Тесоуза. Тесоуза. Роджерс возвращается обратно. Стюарт. Может быть, опасно? Не лучший отбор. Точнее, попытка. Еще один удар, ребят. Ну, это вообще... Ну, короче, игра на самом деле решила, что гамбит завязывает. И с этой херней. Давай-ка ты проиграя. И уже угомони свои амбиции. Ну, по-другому я не могу сказать. И четыре удара они нанесли все неберующиеся. Просто, не знаю. Зажмурь глаза и получай удовольствие. Как тебя расстреливают. Это я сейчас обращаюсь к даву, ребят. Это жестко. Это жестко. Ой, ну как так? Все. До свидания. Пошли в атаку. Ну, и пять. Пять-три. Отправился я в атаку. И получил еще и пятый мяч. Наша еще, конечно, будет продолжаться. Но вот серия без поражений. Я не знаю. Дав достал? Нет. Пять-три это унижение. Вот честно. Да, в два мяча-то типа не разгром. Но мне любопытно, сколько раз они ударили поворотом. Если восемь. Девять. Ладно. Девять ударов, пять створ. Они должны были забить три. Они наиграли на три мяча. У нас все готово к матчу. Потрясающая погода. Нужно обыгрывать наших соперников. И обыгрывать уверенно. Отлично. Идрис Акуэн. Еще один удар. Хорошо играем. Хорошо играем. Акуэн пока раздает передачи. Но. У нас угловой. Подходит Алжерис к мячу. Подача на ближнюю. Баркер. Выиграл борьбу. Не хватило немного. Точности нашему капитану. Все забываю о 40. А 40, короче, чем больше даю шансов, тем он их руинит свои шансы. Поэтому нужно ему дать немного отдохнуть. Может быть очень опасно. Нифига себе, как прошло. Нифига себе, как прошло. И мы пропускаем. Роджерс. Ой, как здорово. Только я сказал, что Ассора руинит свои моменты. Нет. Он сразу щелкнул меня по носу. Ну, конечно, на мой взгляд, он должен большое спасибо сказать Акуэну, который великолепно перехватил. Хорошая передача. И 1-1. Сразу возвращаемся в игру. Спокойно. Что-то мне подсказывает, что наши соперники начинают немного нервничать. Акуэн. Хорошая передача под удар. Сразу же. Ух, как хорошо начали играть. Идрис Акуэн. Эх. Идрис. Матю Хумфри. Очень все долго, Матю. Идрис пробит. Ну, слушайте, Акуэн в этом матче уже красавец. Я как-то сказал, что вообще его не видно, не слышно. Но прям молодец. Собрался парень. И действительно, в первом тайме он в составе Гамбита лучше. Да, я думаю, в целом в матче он лучше. Ох, как Найт. Как Найт-то великолепно сыграл. Что там было сейчас? Обычно я такие подкаты делаю. Подключение Роджерса. Набирая скорость. Хорошая передача. С левой. Ну, все было для Мэтью сделано, да. Мэтью Хумфри не забивать великолепно. С левой вроде бы на точность, на технику был Мэтью Хумфри. Но не в этот раз. И вот хорошая передача. Да. Акуэн. Решел развернулся, Гелиас. Ну, с острова! Да. Прямички. Но еще не все потеряно. Для наших соперников еще есть шанс у них на победу. Даже Маккарти. Нет, акидаф не пропускает. Зажали уже просто в тиски. Судья не намерен свистеть. По-прежнему 1-1. Спокойно. Для соуза. 1-1, ребят. Давайте посмотрим, сколько у Плимута поражений. Очень любопытно. Всего 2. Ну, такая боевая, на мой взгляд, команда. Забила мало, но и пропустила меньше, чем наша команда. Посмотрим. У нас 2 матча подряд без побед. Опять играем основным составом. У них расстановка 5-3-2. Передача хорошего. Сейчас отлично. Акуэн подключается. Вот это, вот это было великолепно. 6-ая минута. Хорошая, размашистая, добротная атака. И Идрис наконец-то забивает. Он еще в прошлом матче очень здорово себя показывал. Дал голевую передачу. Но вот сейчас отлично открылся. Ну и пробил так себе. Хороший, хороший, вообще замечательный выход. Еще и отскоки. И вот такие вот неприятные удары. Замечательный пас. Может быть очень опасно. Эдвардс. Не хватало еще, чтобы такие залетали. Это Комара, очередной Комара. Идрис. Очень перемельчил. Нужно было. Дают нам играть в футбол. Действительно, дают нам играть в футбол. Мы немного, знаете, даже не знаем, что делать с этими полумоментами, которые нам создает именно наш соперник. А вот сейчас атака идет по правому флангу. Эдвардс. И снова играет великолепно. Пока Дезоуза справляется. Комара. Вот это может быть опасно. Ребят, ну вот. Ну что, хочу сказать. Идеально из-под ноги в девятку. Один. Один. Все-таки умудрились. Если не слиться с газону. Давайте посмотрим. Ну, конечно. Ой-ой-ой. 2-1. Отличный выход из обороны. 2-1. Мы уже проигрываем. Ребят, этот выпуск нам, конечно, точнее мне нервишки потрепал. Хумфри. Хороший удар. Я думал, намертво заберет мяч. Нет, нифига. Тянул, тянул Хумфри. С ударом. Дезоуза. Хороший перехват. Вот это не блокировка, ребят. Ну, вообще, в мировом футболе это просто блокировка. Либо, типа, уткнулся. Ну, не знаю. Что это было? Хумфри. Еще они дали выстрел. Ну, пока так. Ребят, матч завершается. Мы выступаем. 2-1. Последние три матча мы сыграли ужасно. Да мы, на самом деле, все... Сколько? Все пять матчей сыграли ужасно. Три матча. Последних мы вообще без побед. Надеюсь, эта черная полоса закончится именно на этом матче. Ну, что, ребят. Концовочки мы, конечно, так знатно обделались. Знатно нас накрутили, пропустили. Нам, кстати, сейчас Ассору показывают, который меня очень сильно напрягает. Своей реализации. Как он начал здорово. Как говорится, за здравие. А вот сейчас за упокой просто. 10 матчей, 5 голов, вроде бы, да, статистика хорошая. Так он эти 5 голов забил за 3 тура. Но как бы на секундочку 11. И у него реализация ее нет. От слова совсем. А он играет в среднем по минут 70. Если что. И в следующем выпуске он будет точно все матчи начинать со скамейки запасных. Мы опускаемся на второе место. Тем будет интересней. Так что, ребят. Все еще впереди. Всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр, за лайк. Всем удачи, ребят. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok